Друзья, витаю! Приготовим сегодня дужкованное мясо. Хозлят немолодой. Надеемся, что сыровый. Хоть на картофель, хоть с картофелью, хоть с крупами любыми, спочатку надо приготовить мясо, а потом добавлять, чтобы кто не хотел, то есть картофель в какой-то способ нарезать, или еще какие-то ингредиенты. Но сначала мы прогреваем казан. Сегодня я прохипятил в него воду, так как он у меня ничевудный из силумина. Так, я его сейчас прогрею. Для того, чтобы немного специфический смак, запах козлятини взбитый, мы добавим сал. Но обязательно будет еще жир-олея добавлено, в какой-то количестве мы увидим позже. В зависимости от того, насколько у нас сало даст жир. Ну и, соответственно, потом уже будем смотреть, сколько чего добавлять. Так, есть. В этом моменте самое интересное, это как сварчить сал. А и все, теперь наш казанок не живет, боится, что уже нет чего. Немножечко горячее. Дуже даже. Какого боку случайно я поставил, для обслуговования мангала. Витер, дым и, соответственно, обовязково в мою сторону. Немножечко горячее. Витер, чем курики. Витер, чай. Отром. Витер, чай. Салом. Продолжение следует... 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 Для данного мяса готовим к водаморке. Для данного мяса прийдут найкраще сорти морки, но он может прийти те, как и у вас есть. Резать нужно ликими шматками, потому что процесс сварки будет долго и, соответственно, нужно просмажиться насквозь, протушиться, а вы не распастись. Продолжение следует... Продолжение следует... Тут даже можно мясо выкинуть до горы. Можно это сейчас, так как я сейчас сделаю, залить это все водой в ревень. Уже есть возможность вариться, тушкуваться дальше. Как раз 1,5-2 литра воды сюда пошло. Жирок весь поднялся до горы, будет потихенько повысить температуру. Можно крышечкой накрыть, но для данного мяса все же таки будет без крышки. Ну, посмотрим. Пів часа это точно нужно провариться, а там будем смотреться по запаху, потому что она взважена или не взважена. Ну и самый ответственный процесс это картофелька. Если она у нас такая невеличкая, то мы ее просто навпилижем. И все. Вода, все равно, чем долго будет с мясом вариться, то будет она, как раз, вариться долго, тушкуваться. Вода пропарится. В хорошем випадке залишится. Ну, это, в принципе, сорти, которые не развариваются. А это у нас с высоким вместо сухих речевин на чипсы, та, что идет на перерывку. А эта просто не разваривается. Вона мягкая, но она не разваривается. Главное, чтобы источило, эти яйца и картофель, которые мы все равно засыпали. Так, ну, с этим будто как раз нормально. Ну, а крупную все-все, на досточку мы ее порежем на четыре. Чтобы сдох заклюглить. А вот попорок. Нужно и так. Нужно и так. Нужно и так. А вы знаете, чтобы были великие шматки. Ну и высыпаем. Как раз взгадал. Звучайно, если таки аромат 700 картоплены, то доведется их резать на несколько шматков. Так, сюда мы. Гарно, что сейчас сорти не боятся долгого перебивания на повитре, не черниют. Ну, как относительно. Тобто можно просушить, чтобы меньше было надмирно и волок. Так, сейчас я так говорю. С картоплей я перебрал. Речь в том, что если бы мясо готовилось, как современная свина, не на швидко, то можно было порезать на много древнейшее. Ну и процесс бы пришвидчився. Продолжение следует... В даст. Сильбы нужно проникнуть. Сильбы нужно проникнуть. Мясо от кистки уже от худочь. На 7 литрів, як у мене вийшло, треба перчу подать. Вийшло. 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 Сильбельку можно подрібнити. Вийшло. 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 Хочеться, щоб її було багато вийшло, але всараз видяється, щоб водички було багато, але хочеться, щоб сухеньке було. Я даже не ожидал, что оно может быть таким вкусным. Гадаю, надо перед тем, как казанчик забрать, попробовать, что у меня тут вышло. Для того, чтобы попробовать, кладем морковиночку, картошиночку и какой-то небольшой шматок мяса. Классно, ветер вовсе. Отсыхай, постой. Картопля, морква с соусом, наваром пропыталась. Смачно. Ну и, власне кажучи, мясо, мясо, как вы видите, разлазится, потому что оно заготовалось. Какого-то вкусного не ешь. Я даже не ожидал, что козлятина может иметь такой нежный, приятный вкус. Смак. Чуть-чуть не мясо есть, можно. Смаката. Ну и, на десерт, помидорчик. Смаката. Трепал дабаук. Так, мы бы тебе мясо тоже взять, аж? Аж плечко, подрумянисте. Коли мясо не вариться, а смажується, воно залишає таку-от, подрумянину кирочку. Вже воно не кирочка, вже кольор залишився від неї. І, власне, якраз оцей кулер дає іще весь якийсь виртуальний смок. Я казав, там серед ролика, що настоятиме два дні, я думаю, що до ранку його вже не буде. Ніякого стороннього запаху вовщельми. Коли казали, що саме діотичне, саме смачне м'ясо, я не вірив, чесно кажучи. А тепер вже можу авторитетно заявити, що достатньо смачне. Ну, що добавить, гарно, смачно. Дякую, друзі, дякую, що додивилося. Сподобалось, відзначаємо. На все добре, бувайте здорові, ще колись приготують.